У нас тоже есть свои чемпионы. Красноярские дети лучшие в мире по фитнес-аэробике. Золото и бронза. Таков итог выступления двух наших команд на первенстве мира. В студии мой коллега Алексей Федореев. Он знает подробности. Рассказывайте и показываете, надеюсь. Да, конечно. Ну вот сначала хочу отметить, что фитнес это кажется только нечто похожим на гимнастику. На самом деле это далеко не так. Это тяжелый спорт, где победы достаются не менее тяжело, чем, скажем, в футболе. Только получается гораздо лучше. И сегодня у нас в гостях тренер одной из команд призеров. Анастасия Попова со своей воспитанницей. Здравствуйте. Какой путь вам пришлось пройти до пьедестала мирового? Перед тем, как поехать на чемпионат мира, нам пришлось пройти все этапы. Начиная от первенства Красноярского края, первенства Сибирского федерального округа, первенства России, где, надо сказать, очень серьезная конкуренция. И только пять сильнейших команд с первенства России удостоились чести представлять нашу страну на чемпионате мира в Нидерландах. Ну а там-то конкурентов много было? Конкурентов было очень много. Более двухста сильнейших команд разных возрастов. Наши команды самые маленькие были. Очень серьезная конкуренция. Особенно запомнились команды из Южной Африки, из Бельгии. Очень много команд из Голландии было. Но вот фитнес редко попадает в поле зрения СМИ. Обидно вам так? Да, конечно, обидно, потому что силы ходят ничуть не меньше, чем на любой другой вид спорта. И результаты очень серьезные. Из 19 возможных медалей Россия привезла 11. Ну вот, кстати, о силах. Ева, тебе часто приходится пропускать уроки, общение с друзьями, бросать, чтобы позаниматься спортом? Да, приходится пропускать уроки из-за выступлений, охота иногда пойти на улицу погулять, а у тебя тренировки. Но я очень люблю этот вид спорта, хип-хоп. Мне нравится, в нем участвую. Ну что ж, молодцы. Будем надеяться, что ваши медали помогут фитнес-аэробике стать более популярной. Спасибо. Главное, медаль покажите крупно. Самый главный трофей. Ну что ж, сейчас информация о погоде, а далее мы продолжим.